МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маркировка лекарственных средств – процесс, заметно усложняющий преступникам жизнь. Пока что в борьбу с контрафактными и фальсифицированными лекарственными препаратами фармацевтические компании включаются добровольно. Но с 1 января 2019 года все лекарства на территории Российской Федерации будут промаркированы. Вот сегодня, когда Росдравнадзор выявляется, недоброкачественные лекарственные средства, существует система такая, что принимается решение. Затем это решение размещается на сайте Росдравнадзора, и все должны эти лекарственные средства изъять. Но, к сожалению, у нас не все являются добросовестными участниками рынка. И иногда при проверках мы выявляем, что те препараты, которые мы остановили, недоброкачественные, встречаются в сети. А эта система позволит, ну, утрированно, так сказать, нажатием, одним нажатием кнопки прекратить обращение вообще всех недоброкачественных или забракованных лекарственных средств. Поэтому эта система позволяет не только фальсифицированные лекарственные средства не допускать в легальную цепь, но и останавливать те лекарственные средства, которые выявились недоброкачественными или потеряли свое качество в результате своего обращения. Это одно из требований надлежащей производственной практики в Европе, по сути, уже сейчас. И я думаю, это повышает экспортный потенциал любой производственной компании, связанной с проектной маркировкой. При помощи бесплатного мобильного приложения покупатели помогут государству и себе контролировать рынок лекарственных препаратов. Это будет выглядеть так. Считыватель наводится на упаковку, на код дата Матрикс, на двухмерный штрих-код. При наведении автоматически его считывают, получают результат. Проверка прошла успешно, то есть этот товар зарегистрирован в системе маркировки. Текущий статус проверки, что товар проведена первичная маркировка 3 октября 2017 года, наименование лекарственного препарата, производитель, срок годности, описание лекарственного препарата, потребитель может сравнить с тем, что он держит в руках, насколько это соответствует действительности. Если это не соответствует действительности, можно сообщить о нарушении, выбрать из выпадающего списка вид нарушения, сейчас выбираю любой. Можно приложить фотографию, в принципе, лекарственного препарата, который, по мнению потребителя, в отношении которого есть нарушение, выбрать место на карте, где непосредственно находится. Здесь считывается геопозиция, и в систему маркировки уже попадают данные с конкретным адресом, где произошло нарушение. Отправляем нарушение, жалобы отправлены. Мобильное приложение должно появиться не позже декабря, текущего месяца, потому что с 1 января следующего года будут маркироваться в первую очередь препараты, которые используются для лечения семи высокозатратных нозологий. Но надо сказать, что не все могут пользоваться телефонами, или не хотят, или у кого-то нет таких телефонов. Поэтому, чтобы не ограничивать проверку легальности приобретения лекарственных препаратов, в каждой аптеке будут установлены такие считыватели, которые позволят тем, кто приобрел препарат, действительно считать всю эту информацию, которую можно будет считать либо с помощью данного устройства, либо с помощью мобильного приложения. Оборудование для маркировки лекарственных средств встроено в существующую производственную линейку. Пока что приходится покупать зарубежные установки, но в ближайшее время на рынок выйдет оборудование отечественного производства. Это полностью автоматический режим. Здесь четырьмя головками наносится дата-матрикс-код с легкочитаемой информацией, струйным принтером. Дальше камера верифицирует считываемость этого кода. Если вдруг брак, соответственно, сбрасывается пачка сюда, и система автоматически ее исключает из производственного цикла. Дальше еще один этап контроля качества продукта. Если вес пачки не соответствует заданным параметрам, продукт будет выбракован. А здесь происходит вторичная упаковка и нанесение дата-матрикс-кода. Дата-матрикс-код зашито пять полей, которые включают в себя код продукта индивидуальный. Вот эта же машина генерирует случайным образом неповторяемый раз в пять лет согласно требованиям методической рекомендации код продукта индивидуальный. Потом идет торговый джетин его кода. Здесь также входит дата выпуска, номер серии, срок годности до какого числа и код НВД экономической деятельности. Тоже зашито, да, ТМОКС-код. Согласно закону о лекарственных средствах мы пока наносим в человекочитаемом виде номер серии и срок годности. И также наносим в человекочитаемый индивидуальный код, который глазами читается. Не дата-матрикс, а читается глазами. Оборудование со всеми наработками обошлось заводу около 10 миллионов рублей. Но на стоимость лекарств это никак не повлияет. Более того, производителю выгодно закупить такое недешевое оборудование для маркировки препаратов, так как оно сэкономит расходы. За счет того, что мы бесплатно будем получать от этой системы полностью всю географию распространения наших продуктов. Сейчас мы эту информацию покупаем у дистрибьюторов, покупаем у аналитических агентств, а это будет бесплатно. Мы в личный кабинет заходим, мы видим до каждой пачки, где продан наш препарат. Ну, дистрибьюторы нам дают, да, за определенные деньги эту информацию, куда они по своей цепочке поставок распространят продукты. Им тоже интересно с точки зрения того, чтобы не допустить на рынок контрафактов и фальсикат, они сейчас активно участвуют также в проекте. Это и Катрен, и Протек, и Си Интернешнл, они в пионерах пилота, поэтому они нормальные. На всем противодействия мы не видим никакого. Сегодня законопроектом предусмотрены два вида нанесения дата-матрикс-кода, и маркировать лекарства может только производитель. Но, значит, этот код может маркироваться непосредственно на производственной линии, а может он также наклеится в виде стикера, но это только на предприятии. Предприятие все это делает, предприятие либо маркирует на линии, либо наносит на стикер, а стикер приклеивается уже на каждую упаковку. Но надо понимать, что этот стикер должен быть неотделимым от упаковки, то есть если кто-то решит его отделить упаковки, он должен быть разрушаемым. Всего в системе планируется более 350 тысяч участников. Это все участники фармацевтической отрасли. Пока что в программе приняли участие 45 организаций. Это аптеки и производители лекарственных препаратов, в том числе иностранных. Для отслеживания перемещения оптовых партий лекарств будет создан специальный интернет-сайт. Доступ к нему будут иметь не только те, кто занимается изготовлением и распространением лекарственной продукции, но и государственные службы, которые эти процессы регулируют. Государство, налоговая служба и Росздравнадзор видят всю информацию о движении лекарственного препарата, видят, где, когда, как произведен лекарственный препарат, как он прошел выпускающий контроль. Если это препарат иностранного производства, то видно, как и когда он ввезен в Россию, по каким таможенным документам. После этого видны все документы отгрузки с реквизитами первичных документов, стоимость отгрузок между участниками и в итоге, где, когда и по какому первичному документу чеку лекарственный препарат был продан в розницу в аптеке. Еще одна хорошая новость для оптовиков – появление новой маркировки на коробах, в которых транспортируются лекарства. Благодаря такой системе образуется так называемая матрешка кодов. Данный дата-матрикс с упаковки каждого препарата внутри короба будет сканироваться через SSCC. Сейчас вы видите агрегацию. Так называется процесс упаковки лекарственного препарата в специальные коробы. После чего такой короб получает наклейку с SSCC-кодом. Это помогает дистрибьюторам проводить логистику и учет лекарственного препарата. В будущем цифровая матрешка продолжит расти. Планируется разработка маркировки контейнеров для перевозки коробов. Это ускорит процесс учета лекарственных препаратов в разы. Редактор субтитров А.Семкин